Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, распространять ссылки на это видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И сегодня на календаре 28 сентября и киевское время 17 часов. Итак, противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения. Продолжает сосредотачивать усилия на попытках полностью оккупировать Донецкую область и удержать захваченные территории. А также на срыве активных действий сил обороны в некоторых направлениях. Кроме того, пытается восстановить потерянные позиции на некоторых направлениях. Ведет воздушную разведку. Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам гражданского населения. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За минувшие сутки враг нанес 10 ракетных ударов. И 17 авиационных ударов. Нанес более 105 огневых ударов с применением реактивных систем залпового огня. То есть, видите, в эти сутки активность противника возросла. Российские оккупанты также атакуют гражданские объекты, нарушая нормы международного гуманитарного права и законы и обычаи войны. От вражеского огня за прошедшие сутки пострадали более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка, Маренко, Одесса. Правда, им удается отбиваться, но тем не менее. Ситуация и другие города Украины. Ну, по ракетным ударам скажу так, что была попытка применения ракеты Х-59. Она была сбита нашими ПВО. И вот уже неделю продолжается атака на город Одесса с помощью мопедов. Это уже получил прозвище, или точнее народное название. Иранский беспилотник Шахет-136. И, ну, россияне почему-то его называют Герань-2. Ну, мы понимаем, что речь идет именно об иранском беспилотнике. Так вот, за свой звук мотора его уже в народе прозывают мопед. И его очень хорошо слышно. Кстати, применяют даже, слушают. И для того, чтобы сориентировать средства ПВО, сообщают, с какой стороны слышно звук. Он довольно тихоходный. Сразу же на этот район наводятся средства ПВО, и они его ищут. Если они его находят, они его довольно успешно сбивают. По словам главы военной администрации Одессы, уже опыт, опыт уже есть. И, в принципе, борьба с этими мопедами ведется довольно успешно и довольно эффективно. Так что, вот такая вот ситуация с ракетными ударами. Да, намного тяжелее ситуация с, допустим, ракетами С-300. Потому что не всегда удается их сбить. И это касается, в основном, у нас Харькова и Николаева. Они больше всех подвержены ракетным ударам. А уже артиллерийским ударам, ну, там довольно много. И Никополь, и Марганец, и Славянск, Краматорск. Ну, другие, я перечислял. Другие города. Итак, пройдемся по направлениям. Что у нас происходит? Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. За исключением в Республике Беларусь, по сообщениям их, ну, будем говорить так, белорусских партизан, начались активные работы по подготовке железнодорожной сети и к приему большого количества железнодорожных составов. С чем это связано и к чему это может привести, мы будем говорить с вами чуть позже. Там есть об этом конкретный вопрос, и я там постараюсь на него ответить. На остальных направлениях враг пообстреливает населенные пункты из всех видов огневых стресс. Танки, минометы, артиллерия, различных типов авиации. Обстрелы ведутся на Слобожанском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы ведутся не только по линии фронта, но и по близлежащим населенным пунктам. И того на Новопавловском и Запорожском направлениях за прошедшие сутки более 25 населенных пунктов подверглись огневым ударам со стороны российских оккупационных войск. Среди них это Углидар, Микольская, Нескучная, Новониколаевка, Времевка, Тимировка и Ольгина. Ольговская. Более 30 населенных пунктов вдоль линии фронта пострадали от огня на Южнобукском направлении. С целью проведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры противник совершил более 25 вылетов беспилотных БПЛА. Российские оккупационные войска начали набор личного состава призванного частичной мобилизацией. Имеется ввиду, что с Российской Федерацией прогнозы, наверное, дело самое неблагодарное. Я рассуждал из логики, военной логики здравого смысла в том плане, что мобилизованного надо хотя бы ему дать курс молодого бойца, хотя бы напомнить основные навыки обращения с оружием и ведения боевых действий. Но нет. Оказалось, что в Российской Федерации мыслят совсем по-другому. Рекорд. Первые партии, кто 21-го числа прибыл в военкомат, оказались на фронте через три дня. 24-го мы уже наблюдали здесь вот этих так называемых мобиков. Тоже для них наши военные уже придумали такой термин, название. Так вот, эти мобики, ну они действительно оказались смертниками, даже еще хуже, чем я предполагал. Я думал, их хоть чуть-чуть потренируют и где-то через недельки-две мы их увидим на линии фронта. Оказалось, мы их увидели через три дня, их вообще не тренировали, их просто переодели, вооружили и быстро привезли сюда для восполнения потерь. Ими затыкают все дыры. Что они тут навоюют с такой мотивацией, с таким обучением, сказать очень трудно. Кстати, начали устанавливать рекорды. Рекорд на сегодняшний день состоит 6 суток с момента получения повестки до попадания в плен вооруженным силам Украины. Российский мобилизованный, причем он с перепугу даже начал при опросе на камеру, он даже сказал, что его призвали, мобилизовали в ряды советской армии. То есть человек, понимаете, он еще воюет мерками советской армии, в которой он когда-то служил. Вот такое вот. Но тем не менее они появились. Они сейчас составляют настоящее пушечное мясо именно на переднем крае. Таким образом, прибыло подкрепление для подразделений 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. То есть это та танковая армия, которая была уже неоднократно разбита нашими войсками. Вот они теперь, это уже будем говорить, если я не ошибаюсь, третий состав будет этой танковой армии. Ну это будут вот такие вот мобилизованные. Которые развернуты в зоне боевых действий. То есть та часть, которая, ну у них остались еще часть срочников, которые находятся в пункте постоянной дислокации. И там с ними ведется работа, чтобы они подписали контракт и тогда их отправляют на фронт. Но пока они контракт не подписали, они служат в пункте постоянной дислокации. И вот тут даже Генеральный штаб вооруженных сил Украины отмечает, что этих мобилизованных вообще не тренировали. Ну то, что я вам только что рассказал. Также военно-политическое руководство Российской Федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает так называемые меры самомобилизации. Лица, осужденные за уголовные преступления, прибывают в подразделениях, уже воюющих в Украине. Ну я вообще не представляю, как они их оформляют, потому что законодательство не разрешает судимостью служить в вооруженных силах России. И, соответственно, я так понимаю, что они пополняют те подразделения, которые здесь воюют нелегально, а именно частные военные компании. Вот их туда и везут. Так что наполнение личным составом постепенно начинает набирать обороты на линии фронта в Украине. Со стороны российских оккупационных войск и частных военных компаний, которые они сформировали и которые ведут боевые действия против вооруженных сил Украины. В течение текущих суток подразделения сил обороны Украины отбивали атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализная, Николаевка, Вторая, Первомайская, Победа, Новомихайловка и Безымянная. Как мы видим, это все донецкое направление. Не прекращается. Ну, тут опять же, видите, логика. Какая-какая логика. Есть политическая воля Путина и они убиваются от нашей позиции, несмотря ни на какие потери, ни на какие жертвы среди. И пополняют, да, заключенными убили, к вечеру посчитали потери, подали заявку, на следующий день прислали им там какое-то количество, вряд ли они могут удовлетворить все заявки, но тем не менее, какое-то количество вот этих заключенных, подписавших контракт, прислали. И они опять идут в атаку, опять идут, как в уголовном мире принято, на фарт. Пофартит, не пофартит. Ну, судя по тому, что прибывают новые партии, то особо не фартит. Несут они огромные потери. Авиация Силы Обороны нанесла 17 авиационных ударов за прошедшие сутки. Подтверждено, что уничтожено 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Три опорных пункта и семь позиций зенитно-ракетных систем. Кроме того, за сутки украинские подразделения ПВО уничтожили один самолет, шесть беспилотников и одну ракету Х-59. Ракетные войска и артиллерия тоже не отстают от наших воздушных сил и поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника. Четыре склада с боеприпасами, позиции противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В частности, была уничтожена автоматизированная станция глушения «Житель». Общие потери сейчас уточняются, российских войск сейчас уточняются. Кстати, вот очень интересная информация. Вчера утонула баржа стоимостью почти 50 миллионов долларов. А именно во время попытки переправить на барже комплексы «Панцирь-С», это войсковой комплекс для прикрытия войск противовоздушных, ближнего радиуса действия. Так вот, на барже бы находилось три таких комплекса. Стоимость каждого 15 миллионов долларов. Все три пошли к дну. Поймали их ракеты, точнее снаряды «Хаймарс» и баржа ушла к дну вместе с этими комплексами. Ну, Россия денег не считает. Страна богатая, населения много. Если что, я так понимаю, отберут деньги население просто. Там, кстати, сейчас начинается паника по поводу снятия вкладов с банков Российской Федерации. Потому как поступление валюты может прекратиться в любой момент. Об этом я тоже скажу чуть-чуть позже. Итак, по военным новостям на сегодняшний день, по оперативным направлениям вроде как все. Единственное, что добавлю немножко неофициальной информации. Вот это была официальная сводка. По неофициальной информации, если посмотреть российские особенные источники, они говорят о том, что мы развиваем успех на Харьковском или Слобожанском направлении. Вчера в вечернем обращении президент Зеленский сказал, что успех есть, но не конкретизировал. Так вот, можем немножко конкретизировать, но еще раз повторюсь, информация на основании российских средств массовой информации. По российским средствам массовой информации, лиманская группировка войск практически находится в окружении. Вторые сутки не выходит на связь. Там казачий полк кубанских казаков, два батальона барс и еще несколько батальона тактических групп разных частей и подразделений. Я не знаю почему. Говорят, что лично Путин отдал приказ не сдавать лиман, биться там до конца. Я не знаю, какая мотивация у военнослужащих российской армии стоять насмерть, понимая, что их просто утюжат артиллерии и уничтожат в любой момент. Или надо сдаваться в плен. В плен сдаваться вроде как командиры не разрешают, которые там находятся на местах. Покидать позиции эти же командиры не разрешают. И остается одна судьба ждать, когда прилетит огневой налет, который тебя уничтожит. Вот опять же не подается никакой логике, никаким объяснением то, что они делают на нашей территории. Почему не отвезти войска, как это они делали раньше, почему допустим не сдаться в плен. Да потому что воля одного человека стоять насмерть и не сдаваться. Он видимо хочет как в 41 году, ни шагу назад. Позади Москва. Только до Москвы от Донбасса там очень и очень далеко. Очень долго придется стоять и ждать когда. И помощи никакой нету. Так что вот такая вот ситуация в районе Лимана. И мы развиваем успех, посмотрим дальше. Надеюсь в ближайшие дни Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердит официально те успехи, которые там есть. Есть подтверждение, что у нас плацдарм на левом берегу Аскольского водохранилища. Что мы там освободили несколько населенных пунктов. Они перечисляются в открытых источниках с официальным подтверждением. Есть подтверждение, что мы развиваем успех и полностью освободили и зачистили Купенск товарный. Это узловая станция. И опять же по неофициальной информации говорят о том, что мы продвигаемся в направлении Кременная и Сватова. Это очень важные два пункта. Но Сватова это вообще транспортный узел. А Кременная это, будем так говорить, логистический узел, откуда идет распределение ресурсов на Лиман и на Северодонецк-Лисичанск. Если мы действительно возьмем, хотя бы перекроем Кременную, то и Северодонецкая группировка, и Лиманская группировка останутся полностью без логистики, без снабжения. Сколько они еще продержатся, я не знаю. Ну, кстати, там в Лимане наши вооруженные силы хотят применить очень интересную тактику. Я о ней вам расскажу, как только будет официальное подтверждение того, что... Я вам уже рассказывал, как мы применяем опыт Нестора Махно в качестве боевых тачанок. Только тачанки сегодня намного современнее и без лошадей. И там наш Генеральный штаб тоже придумал очень интересный вариант по поводу борьбы с этой Лиманской группировкой. Давайте наберемся терпения, подождем официальной информации, тогда я вам расскажу очень интересную тактику, которую разработали в нашем Генеральном штабе. Ну и еще пару новостей из военно-политической сферы, которые касаются Украины и вокруг нашей страны. И первая новость, наверное, будет о том, что Российская Федерация, вы знаете, вчера сотрясала все информационные паблики, произошли взрывы на трубопроводе Северный поток. Причем как на Северный поток-1, так и на Северный поток-2. Дания первая заявила, оператор ГТС, это газотранспортная система, заявил о падении давления, а Дания зафиксировала взрывы, не сейсмические толчки. Об этом уже есть официальное уведомление, что это взрывы, это не толчки. Плюс датский военный, датский генеральный штаб заявил о том, что в момент этих взрывов над этим участком моря в воздухе баражировал самолет-ретранслятор Балтийского флота Российской Федерации. Этот самолет используется для усиления и передачи сигнала и поддержания связи с подводными лодками. То есть лодка находится на глубине, самолет принимает ее сигнал и ретранслирует его дальше на большие расстояния. Есть предположение, что Российская Федерация могла сама взорвать три трубы, а не две нитки Северного потока-2 и одну нитку Северного потока-1. Тут несколько может быть причин, которые рассматриваются, но Россия сама себя уже фактически спалила. Опять же, хотели как лучше, а получилось как всегда. В чем спалила? Дело в том, что Российская Федерация заявила о том, что Германия обязана платить по долгосрочному контракту. Контракт на поставку газа в Германию подписан до 30-го года. Условия контракта гласят, либо бери, либо бери, или плати. То есть если ты не берешь газ, ты обязан оплатить тот объем, который прописан в контракте. Там 40 миллиардов кубометров в год. И Газпром уже потребовал от Германии выплаты за непринятый газ от Российской Федерации. А газ получается, понимаете, качать не почему, потому что трубы якобы кто-то взорвал. Так что, как говорил Козьма Прутков, ищи кому выгодно. Зри в корень. Вот мы пытаемся заглянуть в корень, и получается, что выгодополучателем кто является Российская Федерация. Они надеются на то, что Европа замерзнет, плюс они надеются скачать по условиям контракта деньги с Германией. Но, если сейчас Европа докажет, что это были взрывы, и что к ним причастна Российская Федерация, то естественно Россия не получит ни копейки, еще и заплатит неустойку Европе, европейским странам, с которыми заключены долгосрочные контракты, за порчу имущества и невыполнение условий этого газового контракта. То есть, фактически Путин сжигает мосты за собой. Я вот был, честно говоря, немного даже удивлен, что они так резко поступили в надежде взорвать трубы. Потом ремонт будет стоить очень больших денег, и это будет, вы же понимаете, насколько это будет тяжело на такой глубине поднять эти трубы, соединить их, загерметизировать и опустить их обратно. То есть, восстановление будет крайне затруднено. Или остается на сегодняшний день единственным, наиболее эффективным способом и с большой пропускной способностью, остается газотранспортная система Украины для поставок газа куда? В Европу. Ну, может быть, Путин надеется, что он выиграет эту войну, и все это ГТС перейдет под его контроль, и он ничего не потеряет от того, что взорвал северные потоки, первый и второй. Хотя, вы же помните, сколько денег было вложено в их строительство. То есть, представляете, да, сколько перечеркнуто миллиардов, просто утоплено на дне моря Балтийского и Северного морей. Ну, видимо, для России это не огромная потеря. Вот такая вот ситуация сегодня творится с поставками газа. Ну, я бы не сказал с поставками газа, я бы это назвал новой газовой войной. Только в 2009-м эта газовая война была с Украиной, а в 2022-м эта газовая война идет со странами Европы. Ну, в частности, с Германией. Она главный приемщик этого газа. Сегодня происходит очень важное, я бы сказал, событие, которое может повлиять на дальнейший ход, в том числе и боевых действий, в том числе и по созданию нового миропорядка. Именно заседает Совет Безопасности ООН. Соединенные Штаты Америки предложили новую резолюцию, созвали Совет Безопасности. И эта резолюция Совбеза ООН должна осудить, внимание, осудить действия России по аннексии территории Украины. Резолюция написана строго в соответствии с уставом ООН. Оказывается, согласно уставу, ООН создавалась именно для того, чтобы не допускать аннексии чужих территорий. И если Российская Федерация пытается себя позиционировать правоприемницей Советского Союза, которой она не является в ООН, потому что Россия никогда не подавала документам на свое переоформление как члена ООН. ООН, они внутри страны объявили себя правоприемником и все. И на этом все закончилось. К сожалению, величайшему секретариату ООН молчит и не хочет показывать документы, что там еще числится СССР. Ну, как бы юристы говорят, что именно так есть. Кстати, мы там числимся как УССР, Украинская Советская Социалистическая Республика. Тоже мы не переоформлялись. Но суть в том, что та главная задача, ради которой или тот главный принцип, ради которого создавалась ООН, а именно недопущение аннексии чужих территорий, Россия это совершила. Сегодня хотят принять резолюцию, чтобы осудить действия России. Посмотрим, воспользуется ли Россия правом вето и как будет проходить голосование. Поддержат ли такие страны, как Китай, Российскую Федерацию, воздержатся от голосования или проголосуют за эту резолюцию. Кстати, это очень будет показательно в отношении позиций Китая к этой войне. Если же Россия воспользуется правом вето и резолюция будет заблокирована в совбезе ООН, то Соединенные Штаты уже заявили, что они будут выносить эту резолюцию на Генеральную Ассамблею. Вы знаете, что резолюция Генеральной Ассамблеи принимается большинством голосов. Но она не является обязательной к исполнению. Тем не менее, осуждение таких действий может быть. В своем выступлении перед Советом Безопасности ООН Владимир Зеленский, президент Украины, отметил и опять же предупредил Российскую Федерацию, что если Россия признает результаты референдумов, вот этих псевдоплебисцитов, которые они провели на оккупированных территориях, то нам с Путиным больше не о чем разговаривать. То есть, переговорного процесса не будет априори. Кстати, один раз это уже сработало. России было поставлено условие, что если будет проведен суд над бойцами полка АЗОВ, помните, в Мариуполе они в филармонии, драмтеатр они взорвали бомбой, а в филармонии они там строили на сцене, варили клетки из толстой арматуры и собирались наших бойцов полка АЗОВ посадить в эти клетки, устроить там судилище, объявить их террористами. Тогда было поставлено условие, что если будет суд, не будет никаких переговоров. Посмотрим, как это сработает сегодня с Российской Федерацией. Почему? Потому что там во всеуслышание начинают объявлять уже результаты этих псевдоплебисцитов, псевдореферендумов, и там такие результаты, 97% за, это при 12% обработанных бюллетеней. Вообще вопрос, откуда у вас списки людей, проживающих на этих территориях? Сколько проживает? Сколько сегодня осталось там, с учетом перемещенных лиц? Это же полная вакханалия, там вообще нельзя определить, кто, где, чего и сколько. А кто не вышел? А кто спрятался? А кто, ну, это полный бред. Это вообще не соответствует никаким, не налазит, не пролазит ни в какие ворота. Но тем не менее, опять же, логика в действии Российской Федерации, она только российская. Кто ее не понимает, эту российскую логику, тот и не может понять действия России. Получается, одна страна против всего мира. Нет России, нет мира. Понимаете, как они ставят вопрос? Это через чур, как бы, ну, на мой взгляд, они себя очень сильно в этом плане переоценивают. Ну, и еще одна новость, напоследок, по военно-политическому блоку, это Казахстан. Министр иностранных дел Казахстана сделал очень интересное заявление. Он предупредил, что если Российская Федерация объявит в розыск уклонистов, которые пересекли границу Казахстана, это граждан Российской Федерации, то они их всех выдадут. Они их всех переловят и депортируют в Российскую Федерацию. Так что, все, кто выехал в Казахстан, имейте в виду, что МИД Казахстана дал сигнал Российской Федерации, что если те, кто мужчин призывного возраста, военно-обязанных мужчин в возрасте от 18 до 60, если Россия попросит их выдать, Казахстан их всех выдаст. Так что, может быть, зря вы ехали туда, в Казахстан. Вот такие вот военно-политические новости на сегодняшний день вокруг Украины и в самой Украине. Ну что же, на этом мы военный и военно-политический блок заканчиваем. Я делаю небольшой перерыв, у вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, ну и через некоторое время мы продолжим. Итак, мы приступаем с вами ко второй части нашего видео, а это ответы на ваши вопросы, которые вы прислали. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Я из Киевской области. Скажите, насколько реально для нас создать оборонный союз с Великобританией, Польшей и странами Балтии? Ну, это так называемый Балтийско-Черноморский союз или союз Триморья, как его еще называют. Вполне реально. И я думаю, что этот союз будет создан. К сожалению, никто не будет сейчас создавать этот союз в условиях войны. Почему? Потому что этим странам придется брать на себя союзнические обязательства. Хотя я не исключаю такой вариант. Если будет, допустим, усиление российской агрессии, эскалация конфликта, которую пытается на сегодняшний день создать Российская Федерация, то да, вполне возможно этот союз может быть и создан. Или документ о его создании может быть подписан даже в условиях боевых действий. И тогда мы можем рассчитывать уже официально на помощь этих стран. Но этот союз будет создаваться вне рамок НАТО. И эти страны, которые являются членами НАТО, они будут... Вот как Соединенные Штаты. У них есть 17 стран-союзников вне рамок НАТО. То есть они берут на себя союзнические обязательства с этими странами, но при этом блок НАТО не участвует в этих обязательствах. И вступление, допустим, США в войну для защиты этих стран, как их союзника, не влияет, точнее не влечет за собой применение пятой статьи устава НАТО. То есть принцип один за всех, все за одного. Это за рамками НАТО. Так что вполне возможно. Тем более, что основа для такого военно-политического союза у нас уже есть. У нас есть совместная бригада, Литовско-Польско-Украинская бригада. Над ней есть оперативный штаб, который может послужить основой для такого союза. Следующий вопрос. Некоторые эксперты говорят, что война на 2-3 года. Хотелось бы знать ваше мнение. Неужели у Российской Федерации есть столько денег? К военной технике, человеческого ресурса, чтобы так долго воевать? Нам помогает 53 страны, а у них почти нет союзников. Неужели нашим ребятам придется молотить их 2-3 года? Нет сомнений в нашей победе. Просто жаль мужчин. Вы абсолютно правы, что просто жаль людей. Просто политическое руководство России гонит их на убой. Да, действительно, запасов у них много. Но эти запасы, они уходят в прошлое. Понимаете? Вот даже сейчас мы наблюдаем эшелоны воинской техники. Допустим, в Ростове стоит эшелон. Там на нем грузовики сняты из хранения. Там кразы, 225-е кразы еще, которые ставились, наверное, Советским Союзом на хранение. Они их снимают и они будут на них воевать. Они сформируют вот этот миллион 200 тысяч, которые они хотят собрать. Кстати, сейчас уже более-менее вырисовалась схема, которую они хотят провести по мобилизации. То есть, всего миллион 200 тысяч. В этом году, до конца года, они хотят собрать до 500 тысяч. И в следующем году еще 700 тысяч отмобилизовать. Как это у них получится? Ну, очень трудно сказать. Хотя, видите, те же мобилизованные особо сильно не сопротивляются. Они живут в дичайших условиях, в каких-то гадюшниках, куда их селят. Сейчас заселяют спортивные залы в городах этими мобилизованными. То есть, им выставляют там солдатские кровати в два яруса. И они там лежат без постельного белья. В лучшем случае на матрасах, привезенных там откуда-то. Причем старых советских этих ватных матрасов, где-то видно, тоже снятых с НЗ. Ну, никто не бунтует. Они согласны с этой своей рабской участью. Кого-то уже отправили на фронт, кто-то уже здесь погибает под нашими разрывами. И кто-то попадает в плен. Так что, видите, ресурс у России, как оказывается, есть. Может, мотивация не такая высокая, но тем не менее, а есть. И в технике есть. Да, она старая, да, она советская, но они будут пытаться заводить. Заведется один танк из десяти, значит, у них будет почти три тысячи танков. Да, старых советских, но они будут. Поэтому я думаю, что они будут воевать. Но будет ли эта война длиться 2-3 года, думаю, что нет. Объясню почему. Даже при тех всех позитивных вещах, которые я только что рассказал, есть еще такое понятие, как экономика и финансы. Так вот, экономика Российской Федерации уже захлебывается от этой волны, которую они подняли с мобилизованными. У них уже нечем их одевать и оснащать. А сейчас, смотрите, представляете, сейчас эти мобилизованные будут просезвонить домой и просить, чтобы им купили носки, нижнее белье, средства гигиены, медицинские аптечки укомплектовали и все остальное. Представьте, какой сейчас будет дефицит. В России это будет все выметаться с полок, потому что надо спасать своих родственников, своих близких. И это все будет отправляться туда, в войска. А уходят мужчины. Уже есть сообщение, когда, допустим, в автобусном парке никого выводить на смену, потому что все получили повестки и ушли в военкомат. И в некоторых городах, там, где огульная мобилизация военкома организовали, а назад их никто не отпустит. Министерство обороны никого не отпустит назад. Почему? Потому что если сейчас хотя бы одного человека отпустить официально, завтра никто не придет в военкомат. Все скажут, так, меня тоже не должны призывать. И каждый найдет миллион причин, что его не должны призывать и, соответственно, будет отбиваться от этой повестки и от этого похода в военкомат. Тем более, что земля все-таки слухом помнится и им рассказывать реальную ситуацию здесь, на линии фронта в Украине. Так что на России, я думаю, что чем дальше, тем будет больше нарастать проблемы. Посмотрим, как они сейчас дальше будут продолжать эту мобилизацию. Куда они будут набирать этих людей? Вот главный вопрос, куда. Если они сейчас селят в спортивных залах, в городах, в каких-то пансионатах, или я вообще не знаю, где их селят, потому что на сегодняшний день, я так понимаю, учебные центры не могут принять такое количество военнообязанных. Так что я думаю, что эта война, ну, это война, это, я ее разделяю. Я, в принципе, согласен, я вам говорил вчера по поводу заявления генерала Залужного, что это может быть не последняя война с Российской Федерацией. Все будет зависеть от внутренней политической ситуации в самой России. Поэтому эта война, я думаю, что вряд ли затянется на несколько лет. Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, существует ли возможность вооружить авиационными пулеметами спортивные, пилотажные или учебно-тренировочные поршневые самолеты и использовать их для борьбы с дронами? Нецелесообразно. Почему? Потому что, ну, сколько вот этот спортивный, учебно-тренировочный самолет, сколько может находиться в воздухе? Это надо, чтобы он дежурил круглосуточно. Или надо его поднимать как дежурную смену и направлять в район, где, откуда там слышны эти дроны. И у дронов, единственный дрон, который мы так хорошо слышим, это вот этот мопед Шахет-136, иранского производства. Понимаете? И если вооружить эти самолеты, это организовывает боевое дежурство, и они летят навстречу дронам, пытаются их сбить с пулеметов или авиационных пушек, и там же начинает работать наше ПВО. Так надо определиться, либо ПВО работает, либо самолеты там работают. Потому что ракета, она в полете может случайно и перепутать. Поэтому я думаю, что это нецелесообразно. Это как стоять, помните, были предложения, что слушать небо, летят ли ракеты, летят ли самолеты. Ну, вопрос, как вы думаете, кто взорвал газопроводы, я уже ответил. Я думаю, что и взорвала сама Россия, по каким причинам, я тоже объяснил. Вернитесь к оперативной обстановке, я там ответил. Короткий вопрос. Что раньше, Лиман или Херсон? Конечно, Лиман. Конечно, Лиман. Потому что с Херсоном там довольно серьезная ситуация. Мы уже говорили неоднократно об этом. Там довольно большая, там самая большая группировка, где-то порядка 20-25 тысяч. И они, видите, они тянут туда, пытаются снабжать эту группировку всеми доступными способами. Скоро уже они вплавь на лодках, скоро уже будут по дну пешком идти, только чтобы доставить туда боеприпасы, топливо и держать эту группировку. Кстати, там тоже политическая задача. Это неофициальная информация. Но говорят, что Путин приказал Херсон не сдавать ни при каких обстоятельствах. Ну, кстати, вот такие трудновыполнимые или невыполнимые приказы Гитлер тоже отдавал весной 45-го. Кстати, об этой ситуации я говорил неоднократно. Я смотрю, что Путин все больше и больше приближается к Гитлеру весны 45-го года. Он уже лично руководит оперативным уровнем. То есть, он заслушивает командиров корпусов, командующих армиями, командиров дивизий. Он лично ставит задачи политические, не понимая, как их можно выполнить. Или как войска будут выполнять эти задачи. Ну, он их ставит. И они вынуждены. Но пока что у генералитета не хватает смелости сказать, что война проиграна на сегодняшний день. И что армия уже практически не сегодня, а завтра может потерять способность обороняться. И вот эти сотни тысяч мобилизованных, которые кидают на фронт, это просто продление агонии и увеличение потерь. Это, ну, можно сказать, я бы назвал это геноцидом народа Российской Федерации. Особенно отдельных его национальных меньшинств, народов и народностей. Вот вопрос, кстати, на который я хотел ответить. Пишет Гаюн, это есть такой телеграм-канал, называется «Белорусский Гаюн». Так вот он написал, что Беларусь готовится принять российские эшелоны. Прокомментируйте. Вполне возможно, что Российская Федерация, рассчитывая призвать до конца года 500 тысяч мобилизованных, вполне возможно, что они захотят развернуть группировку войск в Белоруссии. Единственный вопрос, чем они будут вооружать, потому что Белоруссии вряд ли хватит на такую группировку, даже техники длительного хранения, а технику из воинских частей Лукашенко не отдаст ни при каких обстоятельствах. Это его безопасность, мы об этом уже говорили. Его армия при нем, и он сидит на троне. Армии не будет, он не будет сидеть на троне. Так что я не исключаю, что Россия может начать переброску группировки вот этих военнообязанных, мобилизованных людей в Беларусь, и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину. Насколько это будет успешно и насколько это получится у Российской Федерации, ну это будем посмотреть. Но пока ситуация такова, что белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру под прием большого числа воинских эшелонов. Ну или будем так говорить, грузовых эшелонов. Прокомментируйте пожалуйста статью Блумберг, что после мобилизации Россия попытается захватить Одессу и Харьков. Возможно ли это? Какие шансы на это? И какие перспективы? Шансы минимальные, перспективы тоже очень минимальные и довольно плачевные. Почему? Потому что, чтобы идти на Одессу, надо сформировать практически новую армию для Российской Федерации. Потому что то, что воюет в Украине, оно настолько измотано и потрепано, что восполнением потерь вы не вернете боеспособность. Надо группировку численностью где-то 200-300 тысяч, для того, чтобы возобновить хорошо обученную и хорошо вооруженную. При тяжелом вооружении. А судя по тому, что осталось, боевой состав танков заканчивается. Мы уже перевалили за половину из боевого состава танков. Все остальное это длительное хранение, то есть старые танки. Грузовых машин для обеспечения логистики уже катастрофически не хватает. Они уже снимают с длительного хранения. Артиллерийских систем тоже осталось довольно мало. И боеприпасы заканчиваются, иначе бы они не бегали с протянутой рукой по всему миру. Они слишком поздно это начали. Вот такую армию в миллион двести тысяч надо было готовить в 2021 году. И нападать надо было армией в миллион двести тысяч человек. Тогда нам бы было очень тяжело. И не факт, что мы бы удержали Киев и другие области Украины. Но, как всегда, Россия сделала по-своему, нелогично поступила. Поэтому, кстати, я и говорил в свое время, что как человек здравомыслящий, понимающий логику планирования военных кампаний, я понимал, что войны не будет, не должно было быть. Что такой маленькой группировкой нападать на такую огромную страну. Что и получилось, кстати. Что они не выполнили ни одной, до сих пор не выполнили ни одной военной и политической задачи вот этого похода в Украину. Поэтому говорить о том, что они завтра пойдут на Харьков или на Одессу, я бы не стал. Это если, если гипотетически допустить, что они соберут, укомплектуют, обучат и обучат вот такую армию, то это компания, допустим, летняя компания 23-го года. Это вот как вариант. А они, видите, что они делают? Они даже то, что они призвали сегодня, они уже бросают в бой. Потому что у них катастрофа на линии фронта. Они теряют в день до батальона личного состава. Сегодня мы вышли на цифру, примерно плюс-минус 500 человек в день теряет российская армия. Это целый батальон. Теперь посчитайте, если у них 110 батальона тактических групп, то на сколько хватит их войны? Ее хватит где-то на 150 дней. Ну, так, утрированно или приблизительно считая методом прикидки. Потому что БТГ все-таки это где-то 600-800 человек. Мы наносим им потери до 500 в сутки. Значит, этого хватит где-то на 150-180 дней. И мы получаем с вами, что начало весны 2023 года. В принципе, как и говорили некоторые военные эксперты. Но посмотрим, как успешно Россия будет справляться с формированием новых воинских частей, с их укомплектованностью и их натренированностью. И от этого будет зависеть дальнейший прогноз на предмет продолжения и окончания этой войны. Почему вы так уверены, что происходящая мобилизация Российской Федерации это только восполнение потерь? Есть ли вероятность, что они пойдут через Беларусь на Волынь, чтобы отсечь нам поставки военной помощи? Какова вероятность возобновления нападения по направлениям, как на 24 февраля? Что будет с Харьковом, Волчанском, Дергачами, Чугуевым? Не пойдут ли они опять на Купенск и Изюм? Как лучше поступить мирным? Спасибо ВСУ и ТРО за все. Отдельная благодарность за Харьков. Ребята, мы вас любим. Я только что это все разъяснил и рассказал, что все зависеть будет от возможности Российской Федерации сформировать необходимые группировки войск. Если они говорят, что 1 200 000, то надо здесь где-то 300 000 плюс к тому, что есть. И примерно столько же надо на севере. И плюс такой же резерв. Вот вам примерно так распределяется. Можно распределить этот 1 200 000, но его надо собрать, его надо переодеть, его надо вооружить, его надо посадить на какую-то технику. И тогда, да, тогда можно говорить, что Российская Федерация сформировала наступательную группировку, которая действительно может угрожать территориальной целостности и суверенитету Украины. Ну, пока они этого не сделали, мы можем ввести боевые действия по освобождению нашей территории и восстановлению суверенитета нашей страны. Скажите, пожалуйста, когда по прогнозам будет наступление ВСУ в запорожском направлении? Ну, просто уже задолбали, каждую ночь минимум 10 ракет прилетает в город Запорожье. А еще иногда днем добавляет. От Харькова Оркова отодвинули и сам город они уже не трогают. Почему не трогают? Они его обстреливают, просто меньше стали, и в основном только ракетами. А Запорожье теперь самый близкий областной центр к линии фронта. Сейчас из Запорожья уже делают второй Харьков. У нас много беженцев со всех областей, Донецкой, Запорожской, Херсонской. Уезжать не собирается, паники нет, но хоть какой-то прогноз хочется услышать, сколько еще терпеть. Если их выкинуть из Токмака, эти обстрелы прекратятся. Они оттуда нас обстреливают. Ждем ВСУ. И еще, как ловят корректировщиков? Почему в Запорожье не объявят длинный комендантский час, чтобы этих уродов поймать? Жители готовы сидеть дома и три дня подряд, лишь бы этих сволочей поймали. Корректировщиков ловят не так. Корректировщиков ловят по перехватам телефонных сообщений, телефонных разговоров. Но да, комендантский час тоже помогает поимке корректировщиков, потому что им надо передвигаться, особенно в ночное время, в комендантский час, для того, чтобы скорректировать пуски ракет или задокументировать результаты попадания ракет. Потому что это тоже ведется учет, куда попали, что поразили. И таким образом составляется отчет о потерях, нанесенных противнику. Так что вполне возможно, что вот этот комплекс мероприятий. Может быть местные власти и проведут такой комплекс мероприятий по организации длинного комендантского часа, плюс работа СБУ по перехвату сообщений. И таким образом проредят ряды корректировщиков. Что касается наступления на Запорожском направлении, то тут, к сожалению, вопрос на сегодняшний день остается открытым только из-за поставок вооружения. Все упирается, ну вся наша война, поймите это, вся наша война упирается в поставки вооружения. Если нам будут давать вооружение в нужных количествах, значит мы будем наступать. Пока вооружение идет вот это по чайной ложке в час, ни о каком масштабном контрнаступлении говорить не приходится. Мы наступаем только на тех направлениях, где у нас есть возможность измотать противника, максимально его ослабить, и тогда при имеющихся резервах и возможностях мы можем начинать контрнаступление. Вот как это было. Почему Харьков сработал? Потому что мы переиграли русских и Российскую Федерацию, точнее, и заставили их перебросить основные силы на левый берег Днепра. Они их перебросили, мы их там закрыли. Так смотрите, сколько мы мучаемся с этим правым берегом Днепра, на правый берег Днепра. Сколько мы мучаемся с этим правым берегом Днепра, и мы до сих пор не можем разгромить там российскую группировку. Идти в атаку у нас не получается. Мы пару раз пробовали, очень-очень тяжело. Довольно сильная группировка, довольно регулярные части, которые довольно хорошо воюют. Огневой мощи нам не хватает. Не хватает артиллерии, авиации для того, чтобы пройтись огневым валом по их позициям, разнести все нафиг в дребезги, и потом просто пойти провести зачистку. Как это делали российская Федерация, когда проводила наступательную операцию в первые месяцы войны. Но нам этого не хватает. Поэтому главная задача, это наши партнеры, которые должны нам дать вооружение. И главная задача их уговорить, чтобы они сняли все ограничения, сняли все, убрали все препятствия, и начали, наконец-то начали нам давать вооружение. То, что и говорил наш главнокомандующий, генерал Залужный, в своей статье, которую он написал уже две недели назад, о том, что нам надо 10-20 бригадных комплектов вооружения. Я вам говорил, сколько это там партиллерийским стволам, это там больше 500 стволов нам надо. Те 260 стволов, которые нам поставили, ну их сейчас там под 300 где-то примерно, они дают возможность нам проводить оборонительную операцию на отдельных участках, ввести контрнаступательные действия. Да, они дают возможность. То есть они немножко вытягивают на уровень паритета, но на уровень превосходства они даже не катят. Так что вот такие вот дела. И сегодня сказать, что там завтра на Запорожье мы пойдем наступление, а тем более вокруг Мелитополя сегодня формируется довольно большая группировка, там уже больше 10 БТГ вражеских, и они там будут упираться всеми конечностями, чтобы пытаться защитить Мелитополь. Потому что Мелитополь решает, я уже говорил вам, решает сразу целый список задач, политических задач, даже не столько военностей, сколько политических задач. Это энергодар, который попадает в окружение, если мы берем Мелитополь и станция возвращается под наш контроль. Это перекрытие Северокрымского канала в Каховке, и это перерезание сухопутного коридора в Крым. Все, вот эти три политические задачи для Путина, это будет полный, как немцы говорят, алис цюзамен, то есть полный конец. Вот такая вот ситуация с наступлением. Ну что ж, и наверное на этом мы тоже приветственную часть, точнее ответы на вопросы, вторую часть нашего видео мы закончим. И приступим к третьей части нашего видео. Это ваши приветствия. Я смотрю по отзывам, очень многие нравится эта рубрика, услышать как люди передают приветы, пожелания нашим вооруженным силам, силам обороны, украинскому народу и государству Украина. Итак, сегодняшний раздел приветствия начинает следующее. Звучать оно будет так. Мои витания Зельвова, родом из Краматорска. Очень жду момента, когда можно будет наконец-то вернуться домой и жить под мирным восходящим солнцем родного Донбасса. Вот пишет житель Краматорска. Доброго дня, мы из Украины. Мы тоже. Мы снова с вами. Чекаем на новини. Перемога с каждым днем все ближе и ближе. Мы впевнены в этом. Наши Збройные силы Украины – наиболее. Наш народ найгероичнейший. Сердце переповняется гордостью, что мы, украинцы, величная горда нация. Слава Украине! Слава всему нашему народу! Как всегда, витания с Йордану. Громада наша великая, дружная, как вся Украина. Ну, вот такая. Дивлюсь с Францией. Дуже дякую. Привет из Йордании! Украинцы с сердцем и душой Украиною верим в нашу перемогу. И слава Украине! США Флорида. Сам родом из Житомира. Мы переживаем и поддерживаем наших защитников не только словом, но и материально. Нас здесь много. Верим в нашу победу. Слава вооруженным силам Украины, защитникам Украины, смерть клятым ворогам. Привет вам из Филадельфии! Внимательно слушаю. Спасибо! Слава Украине! Героям слава! Санкт-Петербург с вами! Храни Господь Украину и помоги! Господи! Бойцам ВСУ вы стоите победить! Верю в Украину и народ! За победу! Слава Украине! Вот так. Санкт-Петербург. А вот такое обращение, крик души. Может быть, кто-то отзовется и поможет. Пишет женщина. Прошу прощения, что воспользовалась вашим каналом по вопросу эвакуации с животными. Моя семья вывезла из Донецка в 15-м году 15 собак и кошек, которых спасли, лечили и содержали сами. Мы беженцы все эти годы. Сейчас находимся на линии разграничений, на линии фронта. В Донецком направлении. К нам все ближе фронт. Уже есть прилеты. Искала помощь по эвакуации. Помогает только без животных. У нас сейчас 4 собаки осталось и 5 кошек. Все домашние. Ехать некуда. Не за что и не на чем. У нас старый дряхлый жигуль. Нас трое. Муж инвалид. Мама 73 года. И я. У нас не жесткий выбор. Бросить животных или погибнуть здесь вместе с ними. Но если мы их бросим, все равно умрем. Как сердце может выдержать такое? Может кто-то нам сможет помочь. Может волонтеры. Если есть по такой проблеме. Мы же по сути тоже являемся волонтерами. Уже много лет. Уже постарели. Помогите пожалуйста нам. В начале этой второй войны я уже обращалась за помощью. Но никто не отозвался. А может отзовется. Но у нас не было света и интернета. Поэтому пишу свой телефон. Сразу. Телефон будет в описании к этому видео. Помогите пожалуйста. Мы погибнем. Не подписаны на канал. Так как все еще есть страх попасть под оккупацию. Вот такая вот крик души. Просьба о помощи. Если кто-то готов отозваться. Телефон будет в описании к этому видео. Помогите эвакуировать семью с животными. 9 животных. 5 кошек. Нет 10 животных. 5 кошек и 5 собак. Вот наверное пишет юноша. Пишет дядя Олег. В нашей Эстонии я охренел от количества российских беженцев. Несмотря на всякие запреты. Просочились очень много. Бегут так что пятки сверкают. Ну вот так вот юноша написал о своей Эстонии. О своей стране. Какова там сейчас ситуация. У Финляндии нас дуже підтримують. Як знают шо з Украины. Завжды кажуть слава Украине. Ну да. Финны наверное скоро выучат как это звучит. Даже на языке суоми. Людям которые передают нам теплые приветствия и поддерживают огромная благодарность. Привет из Винницы. С начала войны у меня была возможность хорошо зарабатывать здесь в Канаде. и высылать лично заработанные средства. В общей сумме выслала около 6 тысяч долларов в разные организации. Много сотрудников и друзей тоже отозвались и перечислили деньги мне. А я уже перечислил их на помощь Украине. Тримаймось разом. Усе буде Украина. Вот так вот помогают в Канаде организовывать друзей и родственников. Спасибо большое за работу. Я родилась в России в украинской семье. И мама и папа из родинского района Алтайского края. А все я понял. Там очень много украинских сел. Моя прабабушка пешком шла с Полтавской области туда. Я объясню. Действительно в Алтайском крае и в Амурском крае очень много сел, которые до сих пор говорят на украинском языке. Это ссыльные и выссыльные. Это последствия программы, сталинской программы переселения народов. Вот когда у нас был геноцид и голодомор 30-х годов, тогда чистили Украину капитально. По некоторым оценкам было переселено несколько миллионов человек. И вот они, да, они корни остались. Я сам был в Завитинское, это Мурская область. И там действительно я был шокирован, когда село мы зашли в ближайший населенный пункт, возле станции. Ну, станция это полустанок Завитинская. Надпись деревянная платформа и тупик железной дороги. Так вот, там село близлежащее было, украиноговорящее было полностью. И когда мне объяснили ситуацию, ну, я тогда советский офицер, для меня это было дико и страшно. Но тем не менее я вот столкнулся. Так что действительно, видите, с Полтавской области прабабушка шла пешком. Представьте, гнали по этапу. Кто дошел, тот дошел. Кто не дошел, умер по дороге. Так что, как в царские времена, каторга и каторжане шли на каторгу пешком. Каторга была на Сахалине, а судили там на Европейской части Российской Федерации. Так вот, продолжу. В нашей семье сохранилась мова, хоть и не идеально. Конечно, ведь украинский язык в школах не преподают с 1933 года. Даже в украинских селах. Это подлая война, огромная дыра в моем сердце. Я так благодарна храбрым воинам Украины за защиту страны, которая должна была быть мне родиной, если бы не депортацией украинцев. Мой папа и большая часть украинской семьи верят пропаганде. Мы практически не общаемся. А я верю в победу Украины. Верю всем сердцем. Помогаем, чем можем. Привет из юга Германии. Баден-Вюртем-Берг. Вот такое вот послание с криком тоже с украинской семьи с Алтайского края. Так что нас много везде. Привет из Казахстана. Украина, держитесь. Вы победите орков. Сто пудово. Вы уже победили. Парашка это позор. Молимся за вас. Вот такой привет из Казахстана. Каждый вечер ждем новостей. Мы из Москвы, но переживаем за оперативную обстановку. Радуемся за каждый освобожденный участок вашей земли. Желаем скорейшего окончания безумной и бездумной бойни. Вот такая москвичина писали. Добрый день. Мы из России. Очень рады вас видеть и слушать. Желательно хороших новостей для Украины. Привет из Казахстана. Караганда. Я украинка. Родилась в Украине. На Хмельничине. 40 лет живу в Казахстане. Вся родня в Украине. Очень переживаем. Помогаю с первых дней войны. Обовязково пройду и будем святкуваты парамогу. Ну вот. Ждем. Приходите. Привет из Мельбурна. Спасибо за видео. Живу в Австралии 25 лет. Но сейчас мой родной Харьков в моих мыслях. Каждую минуту. Слава нашим героическим ВСУ. Слава Украине. Привет с острова Санта-Круз. Вот так вот. Я здесь единственный украинец. Славлю и помогаю как могу. Галапаготские острова тоже с Украиной. Поражаюсь силам наших героев против этой чумы путинской саранчи. Благодарю за новости и все сводки с этой войны с нечистью. Слава Украине. Привет из Минска. Спасибо. Верим в победу Украины. С вами Бог. Господи, как же это позорно про Беларусь слышать. Я живу в ней и помогаю деньгами ВСУ. Как и чем еще помочь. Игнорим все что можно. Простите нас, дорогие украинцы. Слава Украине. Украина несомненно победит. Казахстан всей душой за вас. За вашу и нашу свободу. Здравствуйте, уважаемый пан Олег. Низкий поклон перед героическим европейским народом Украины. Слава Украине. Я из Болгарии. Я болгар. Но теперь и ум, и сердце мои украинские. Если бы не мой преклонный возраст, я бы сейчас был в интернациональном легионе Украины. Хотя и в этом возрасте я еще в состоянии грузить и разгружать снаряды. Смайлик. Мне стыдно за мое болгарское государство и правительство, которое недостаточно решительно помогает в героической борьбе украинского народа. Но что поделать, подавляющее большинство населения Болгарии тоже зомбировано вековой наглой российской и советской пропагандой. А это большинство выбирает власть. Демократия. Жалко нас, думающих и знающих болгар. И никто не хочет подумать, что сегодняшняя реальная помощь Украине это инвестиция в будущее. Но прежде всего жалость к тысячам погибших, достойных украинских воинов и невинных мирных украинцев и к их варварски разрушенной стране. А 80-100 миллионов зомбированных россиян их не надо жалеть. Им нужно получить урок и понять в каком мире они живут. И это сделает великий украинский народ. С помощью своих западных партнеров. Несомненно, несмотря на лихорадочное и истерическое усилие путинской верхушки. Слава Украине! Пожалуйста, простите мой несовершенный русский язык. Вот такое вот послание из Болгарии. Привет из Великобритании. Живу недалеко от тренировочной базы. Где тренируются наши украинские военные. Здесь англичане всемирно поддерживают Украину. Во многих местах можно увидеть украинские флаги. Горжусь тем, что я родом из Украины. Слава нашим вооруженным силам! Мы победим! Вот такое приветствие! Здравствуйте, Олег! Я из Киевской... А, ну это уже пошли вопросы. Ну что ж, мы исчерпали запас вопросов и приветствий на сегодняшнее видео. Поэтому благодарю за ваше время, что вы его посмотрели. Как всегда, приглашаю еще раз подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Распространять ссылки на это видео, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Спасибо вам большое! Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Реквизиты для помощи находятся в описании к этому каналу. И еще раз хочу напомнить, я не веду больше нигде никаких сборов средств. Поэтому не попадайтесь на мошенников, берегите свои деньги, берегите себя. Ну а мы продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами! Слава Украине!